Вот так вот мы греемся. Вот она в двойном получается, в теплом комбинезоне, в теплых валенках. Ребенок-инвалид, проживающий в замерзающем Локтевском районе, просит у Деда Мороза не конфет к Новому году, а уголь, чтобы согреться. В доме ужасный холод. Топливо закончилось еще в начале октября. Уголь у нас вот здесь хранится. Угля совершенно нет. Угля нет, топить нечем. Все, что было, уже все вымели. Вот крошечки остались. Такой вот у нас снег был сильный. Дрова. Дрова, то, что мы заказывали, стопили. Жители поселка Масальский отапливают дома один раз в день, чтобы сэкономить на дровах. Купить уголь и полноценно натопить дом они не могут. В районе острый дефицит угля. Администрация проясняет ситуацию и не торопится. Можете просто рассказать, когда наладятся поставки? Я по телефону комментарии внизу. То есть люди будут без угля замерзать? Галина Петровна сказала, по телефону никаких комментариев не будет. А почему? Это уже не ко мне. Ну то есть люди так и будут замерзать, правильно? Это не ко мне, я не в курсе. Но вы же тоже там живете. У вас есть уголь? Да, у меня есть уголь. В СМИ Локтевского района пишут, что дефицит угля возник из-за серьезных перебоев с поставками угля из Казахстана. И что ситуация стабилизируется после 15 ноября. Но после, это может быть и после Нового года. К этому времени жители Локтевского района уж точно замерзнут. Замерзают из-за нехватки топлива и жители Третьяковского, Новещихинского, Поспелихинского, Каменского и Хабарского районов. В Краевом парламенте дали оценку работы муниципалитетов. Вы посмотрите, у нас это локальные проблемы по районам. Где-то это связано, как в Хабарах, тем, что просто, на мой взгляд, руководство муниципалитета не контролировало достаточным образом своего консессионера. А вот администрация Бурлинского района смогла позаботиться о жителях. Закупила уголь вовремя, правда запаса хватит всего на месяц. Сегодня наша съемочная группа выясняла, как будут действовать власти, когда месячный запас закончится. «Контактный уголь для муниципальных учреждений успели закупить по цене ниже актуальной на данный момент. Стоимость одной тонны составила 3 300 рублей. Сейчас работа ведется над подготовкой резервного угольного фонда. Однако для населения необходимо докупить еще порядка 3 тысяч тонн угля. И это планируют сделать, несмотря на повышение цен». Но если администрации закупят по новым, повышенным тарифам уголь, то не все жители частных домов смогут себе это позволить. Тепло зимой может обойтись 50 тысяч. В Локтевском районе камни угля уже сравнивают со слитками золота. Политина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.